Инцидент, в результате которого двое мужчин получили удар током при проведении работы, были госпитализированы, не имеет прямого отношения к деятельности парка аттракционов Гагаузия Лэнд, сообщает его администрация. Разъяснение последовало после того, как 23 сентября полиция поспешила сообщить в своем официальном телеграм-канале, что, цитата, в парке Гагаузия Лэнд в Камрате двум пострадавшим срочно потребовалась помощь. Конец цитаты. Также в полицейском пресс-релизе говорится, что двое мужчин 34 и 36 лет получили электротравмы во время проведения работ в сетях электроснабжения. Оба мужчины были срочно доставлены в больницу, один из них, согласно тем же данным полиции, помещен в реанимацию. И хотя в том же пресс-релизе говорилось, что на месте происшествия работает группа по выяснению всех обстоятельств, позже правоохранители не сообщили никаких дополнительных подробностей по этому делу. В действительности работы, в ходе которых пострадали два электрика, проводились на линии электропередач по предписанию официального поставщика электроэнергии, сообщает администрация Гагаузия Лэнд. Важно, что все работы происходили в безопасной зоне, которая ограждена забором и не имеет контакта с посетителями парка. Безопасность наших посетителей и сотрудников остается нашим главным приоритетом. Парк не работал, в понедельник и был полностью обесточен, что исключает какие-либо риски для гостей и персонала. «Мы находимся в тесном контакте с подрядной организацией и готовы оказать необходимую поддержку семье пострадавших электриков, пока обстоятельства выясняются», говорится в заявлении. Также администрация парка выразила надежду на то, что экспертная оценка подтвердит, что инцидент не был заранее спланированной диверсией, о возможности которой нас предупреждали. Это не первый случай, когда полиция поспешила опубликовать недостоверную информацию о парке развлечений Гагаузия-Лэнд, который расположен в селе Кангас, а не в Камрате, как говорится, в пресс-релизе правоохранителей. Ошибка в указании места происшествия вызывает вопросы, особенно потому, что в том же сообщении сотрудники правоохранительных органов заявляют, что команда находится на месте происшествия, а расстояние между Кангасом и Камратом составляет почти 25 километров. Напомним, в конце августа после инцидента, в результате которого десятилетняя девочка получила перелом ноги, пресс-релиз о случившемся в парке развлечений Гагаузия-Лэнд был немедленно представлен широкой общественности на официальном сайте полиции вечером того же дня. Позже министр внутренних дел Адрианы Фрос заявил прессе, что дело будет расследовано самым серьезным образом и может быть даже принято решение о закрытии комплекса развлечений Гагаузия-Лэнд. Хотя администрация заверила, что парк оборудован в соответствии со всеми нормами безопасности, имеет все необходимые разрешения, а девочке и ее семье будет оказана максимальная помощь. При этом пресс-служба полиции не проявила такой же оперативности в случае с другим происшествием на стройке в столичном секторе Ботаника, в результате которого шесть человек получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Фактически ни один из официальных источников полиции не опубликовал сообщение о несчастном случае на производстве, а сотрудники пресс-службы предоставили информацию только по просьбе журналистов. Впрочем, информация и о других инцидентах или тяжких преступлениях не публикуется столь же оперативно на официальных страницах полиции, как в случае с парком Гагаузия-Лэнд. Отметим, что представители парка развлечений Гагаузия-Лэнд и руководство гагаузской автономии неоднократно заявляли, что центральные власти ищут предлоги, чтобы помешать функционированию развлекательного комплекса. Сначала это происходило на этапе получения разрешений строительства, когда проводились многочисленные проверки, мешавшие работе, а также через задержание привезенного оборудования и аттракционов на таможне. Теперь же, когда проект, несмотря на все препятствия, завершен, представители центральной власти пытаются остановить его работу. По словам политика Илона Шора, при поддержке которого парк был построен на внебюджетные средства, здесь, как и в Архейленде, все развлечения бесплатны, поэтому парк с таким нетерпением ждали в Гагаузии. В день открытия его посетили более 50 тысяч человек, приехавших не только с юга страны, но и со всей Молдовы.